Счастливый обладатель премии Золотой Марусь Уважаемые дамы и господа, уважаемые организаторы, оргкомитет, уважаемый господин мэр, дорогой друг, дорогие друзья, господин министр, разрешите мне от чистого сердца поздравить всех нас, всех украинцев с Днем физкультуры и спорта. Всех одесситов хочу поздравить с прошедшим Днем города. Я вам звонил, пожелать мирного неба, успехов, поблагодарить много друг. Низкий поклон, респект и уважение за то, что ты делаешь не только для Одессы, для спорта, это для всего мира. Спасибо. Спасибо. Словно я, будучи гостем города Одессы, не могу оспаривать. Сказано ранее, что Одесса это столица спорта Украины, но как харьковчанин хочу сказать, что Харьков тоже не второй. И сегодня, конечно же, бенефис спортивной борьбы от всего боксерского братства всем борцам, всем братьям. Всем привет, всем успехов. Хочу обратиться и сказать два слова, наверное, всем людям. Хочу мысленно вспомнить, и не только мысленно, сказать огромное спасибо и низкий поклон всем тренерам. Потому что, вы знаете, я всегда вспоминаю с особой любовью своего, к сожалению, ныне покойного тренера, которого мы отметили уже в этом году столетия. 20 лет мы проводим в Харькове международный турнир по боксу. В честь его имени и ради его памяти. И хочу, наверное, сказать то, что каждый может, сидящий в этом зале, сказать, что для каждого спортсмена тренер это как второй отец. А для многих, может быть, даже первый. Потому что ребенок проживает... Спасибо. Молодой спортсмен проживает период становления именно в тот возраст, в тот период жизни, когда ему крайне необходима не только сила, ловкость, но и основы жизни. И для меня, как и для всех, наверное, вот эту школу жизни мы все проходили у своих учителей. Поэтому низкий поклон, огромное спасибо, кого нет тому в Царстве Небесном. Мы всегда помним, кто жив. Всем здравия, здравия, еще раз здравия. И обращаясь к молодому поколению, хочу сказать, ребята, занимайте спорт. Спорт – это огромная, хорошая, сильная школа. Из спортсменов становятся мэры, из спортсменов становятся министры, из спортсменов становятся ректора, политики. Хочу обратиться как политик уже. Народные депутаты. Да, Ильбрус Асланович, брат, но хочу сказать, что спортсменам нужно идти в политику более активно. Почему? Потому что среди спортсменов практически нет плохих людей. Там нет негодяев. Потому что тот человек, который прошел через кровь, пот, через спортивные залы, через ринки, татами, дорожки легкоатлетические, завоевав и заработал все свои регалии, какие бы они ни были, наверное, от золотого ночая заканчивая Олимпийскими играми, он заработал это сам. Это то, что ему никто не оставил по наследству. Неважно, в какой семье он живет, с каким достатком. И это уже наша задача взрослых – сделать для всех детей равные условия, чтобы вне зависимости от их материального положения, где они живут, с селье в маленьком или большом городе, у них была возможность развиваться и реализоваться. Ну и как мужчина, обращаясь к мужской половине всего спортивного сообщества, Ребята, есть еще одна очень сильная мотивация – достигать успехов в спорт. У сильных мужчин – самые красивые женщины, которые всегда в этом зале. С праздником! Спасибо! Спасибо вам! Спасибо! Спасибо!